привет волк да я сижу на полу в трусах на самом деле я сейчас собираюсь гулять идти и хочу взять вот с собой сидеть на полу это кстати моя фишка я обожаю так делать не знаю почему но мне очень хорошо работает именно когда я сижу на полу в общем вчера и сегодня полдня я просидела дома и сейчас хочу пойти погулять не знаю куда хочу просто хочу выйти подышать свежим воздухом вот такой вот лучок собирается у меня джинсы 12 stories и калайм и вот эта вот куртка ближе покажу обожаю ее от российского бренда и вольга здесь оставлю название не подарили и она просто шикарная чудесная правда короткая но очень стилевая и сумочка маленькая из сломоды моя находка моем инстаграме есть артикул на 5 в общем мне какая-то напасть с кожей и появилось огромное количество высыпаний буду сейчас клеить вот такие пластыри бренд называется косыр икс вот так и это пластыри которые помогают убрать высыпания на них так подвытягивают как будто бы не знаю конечно насколько это рабочая штука но когда их клею меня хотя бы какие-то такие знаете очень большие высыпания не беспокоит беспокоит их внешний вид потому что сейчас просто ужас а еще у меня ужасно закладывает нос все последние дни и я не понимаю это аллергия или я болею хотя я болела недавно состояние такое типа организма как будто было немножечко расклеивается при этом я веду супер такой бережный образ жизни немного работаю много отдыхаю гуляю провожу время дома очень спокойно то есть максимум работаю в интернете я вообще не знаю почему это происходит но в такие моменты я начинаю чувствовать что делаю что-то не так потому что мне кажется что организм всегда нам сигнализирует о каких-то проблемах в первую очередь я наклеила пластырь и мне прыщ вылезут прямо вот здесь вот представляете извиняюсь за подробности но как есть как есть завтра у нас с Сашей поездка в выборг я забронировала нам там очень клевую квартиру в которую давно хотела попасть и вообще очень давно мы хотели съездить вот так на целый день с ночевкой чтобы спокойно погулять по городу не спешить съездить в парк съездить сходить в библиотеку алта она там просто потрясающая сейчас через час собираюсь увидеться с подружкой погулять по центру и мне нужно за это время приготовить поесть и сфотографировать одежду на продажу накопилось немножечко одежды которая мне больше не нужна и мне нужно найти для нее новых владельцев а 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 мы с Сашей сегодня отправляемся в доме вчера я уже об этом рассказывала настроение у меня все хорошо у Сашей да, потому что он испортил настроение потому что я сегодня разбесил танем утром мы сейчас сидим в ласточке отправляемся уже скоро минут через десять-пятнадцать поедем мы ехали в квартиру в Выборге и она просто чудесная дорога прошла супер быстро ехали мы на ласточке я уже показывала но квартиру просто не знаю поражает меня своей красотой здесь высокие потолки это старый финский финской застройки дом в Выборге стул мы это сюда переставили из комнаты тут уже чуть-чуть бардак здесь уже достала штатив себе потому что хочу поснимать пару рилсов пока мы в этой квартире находимся потому что здесь безумно красиво специально привезла штатив с собой в общем если честно здесь настолько прекрасно что выходить куда-то из этой квартиры не хочется совершенно хотя сегодня на улице тепло 29 сентября на улице 22 градуса конечно уже не летние 22 градуса но тем не менее очень хорошая погода и боже здесь настолько прекрасно и вот эти вот двери с красным дверным проемом потрясающая квартира я очень рада что получилось в ней остановиться Ситуация мы не могли выйти из этой квартиры несколько часов она настолько крутая так хотели мы выйти поесть куда-то в город там прогуляться но эта квартира настолько прекрасная там так хорошо что перри кофе там поели там полежали посидели пофотографировались конечно потому что мне нужно было сделать контент деле ни на секундочку я не пожалела что мы отправились в такое путешествие в просто соседний город это очень доступно очень быстро легко и почему бы и нет насладиться такими классными эмоциями зарядиться сейчас планах немножечко совсем пройтись по городу и поехать в парк монрепо или монрепо я не знаю как правильно ставится ударение мы его очень любим были там не раз но в последний раз когда мы приезжали выборг кстати мы приезжали сюда в апреле я тоже снимала для влога я удалила потом все материалы потому что в тот раз мы не попали не в наш любимую библиотеку ауто и не попали в наш любимый парк монрепо или монрепо и в общем зато очень хорошо погуляли здесь на набережной здесь есть очень прикольная обустроенная набережная в городе там очень красиво здесь я думаю зрители канала которые смотрят меня давно знают мои любовь к природе поэтому отлет полный мне очень нравится здесь такое конечно состояние умиротворение и покоя настигает меня в таких местах чувствую себя сразу же очень отдохнувшись несмотря на то что я снимаю влог сегодня и сразу же выставляю публикую stories чуть-чуть работала вот такие вот места нас с настолько потрясающе красивой природой меня наполняют невероятно сильно и такие короткие даже поездки они очень сильно вдохновляют счастливы что мы это сделали доброе утро закончилась наша одна ночь в этой квартирке кстати не очень хорошо спала потому что здесь достаточно холодно было а под одеялом очень жарко такой контраст не очень приятный потому что мы живем в доме новом и у нас тепло всегда даже когда нет отопления когда на улице очень холодно у нас всегда очень теплые полы и стены и все вот это вот а здесь из-за того что это такой прям старый дом с такими толстыми стенами все таки прохладно а еще погода сегодня на улице испортилась сегодня уже плюс 16-17 градусов и обещают дождь а а Садила во вкусвилл, нашла там чай с ромашкой и душитель, черный. Офигенно пахнет, просто обижаюсь. Но сейчас осенью, мне кажется, это то, что мне нужно для уюта и такого приятного чаепития. Распаковка, представляете, это моя первая распаковка на YouTube. Не знаю, почему я не снимала их раньше, потому что мне приходит очень много вещей. Потому что я блогер, да. И всякие такие распаковки снимать, это же очень круто. На самом деле, здесь вот все будет в подарке от брендов. Их вот столько, вот это, вот это. И только одна будет моя покупочка на осень. Это австралийский бренд УК. Здесь вот такие вот чудесные топотульки резиновые с носочком. И посмотрите здесь, насколько вот они просто потрясающе выполнены. Я обожаю этот бренд. Здесь такой очень-очень теплый носочек с нереально теплой стелькой. Мне кажется, на самом деле, что это может быть даже натуральный мех. Потому что у меня в зимних УК там натуральный мех. Заказала у девушки Байера, наверное. Насколько я понимаю, нашла ее на Авито. Были очень хорошие отзывы. Они стоили 12 тысяч. И я подумала, что если меня наебункают на 12 тысяч, я не сильно расстроюсь. Но все было хорошо. У меня были очень хорошие отзывы. Я, естественно, прочитала все отзывы. Там не было ни единого отзыва. И я подумала, что все должно быть нормально. Но все и было нормально. Она мне помогла выбрать размер. И, в общем, такая красота теперь у меня. В Телеграме я точно по моменту выхода этого видео оставлю ссылку на эту девушку. Так что, welcome. В общем, такая вот моя покупочка. И дальше покажу вам штуки, которые мне прислали бренды. На самом деле, я большую часть из посылок уже открыла. Но вот, кстати, вот эту вот коробочку я не открывала. Но я знаю, что там. Там должна быть кружечка керамическая. Ребят из команды Зорька. Это девушка. Я зовут Лиззи, насколько я помню. Из Петербурга. И у нее вот свое производство небольшой ручной работы керамики. И я на нее подписалась в Инстаграме, потому что она очень красивая, такая яркая. Ярко одевается в смысле интересная. И она мне, после того, как я на нее подписалась, отправила сообщение, что типа я хочу подарить тебе подарок. Выбирай, что хочешь. И вот я, собственно, выбрала. Ее все такое очень милое. Изделия тоже такие яркие. Ну вот, казалось бы, сине-белая кружечка. Но она такая, знаете, броская. И очень вот эта вот глазурь приятная. Кот. Это, мне кажется, ее фишка. Вот эти вот сердечки посерединке. В тарелках, в кружках у нее такие. Очень прикольно выглядят. И следующий флот. Я выбрала себе вот, получается, эту кружечку. И вот такую базу. На самом деле я уже не посмотрела. И показываю ее сейчас вам. Она весит очень много. Это керамика. Ну, получается, обожженная глина. Тоже в глазури. И посмотрите, у нее такая прикольная. Не идеально ровная. Здесь какие-то вмятины, мне кажется. Это безумно клево. Что подчеркивает то, что это изделие ручной работы. И здесь сердечка нет внутри. Но вот здесь есть. Дальше. О, давайте покажу вам шапочки. Это шапочки от российского бренда Naspin. Не знаю, как правильно читается название. Но вот эта вот шапочка, я уверена, что многие видели. Она просто культовая у бренда. Это называется шапочка морячка. Вот таким вот образом у нее подогнуты поля кверху. Я выбрала для себя шапочку в насыщенном коричневом цвете. Мне кажется, на осень это очень актуальный цвет. В принципе, я его люблю. Контрастный подклад. Очень красиво вообще сделано. Она, конечно, просто потрясающая. И получается, вот каким-то таким образом выглядит шапочка морячка. Я уже просто представляю, как я надеваю вот эти вот свои новые тапури, шапочку. И иду осенью, наслаждаюсь с лякотью и всем вот этим. Но с красивыми вещами мне будет вдвойне приятно проводить это время. Эта шапочка, мне кажется, тоже такая очень известная у бренда. Эта шапка-ушанка с таким леопардовым принтом. Ну, она опять-таки офигенная. Посмотрите здесь на кнопочках. Вот эту вот штучку можно будет носить вот так. Например, отгибать. Пожжай, красивые вещи. Если честно, у меня в последнее время супер много вещей стало. Не специфики работы, но я их так люблю. Меня так греет душу мой огромный гардероб, если честно. Раньше такого не было. Мне раньше хотелось, чтобы у меня было мало вещей, чтобы мне было сложно составлять какие-то комбинации, интересные аутфиты. А сейчас я просто ношу все со всем. И опять-таки мне просто хорошо от того, что у меня много вещей. Вот честно. Я просто знаю, что каждый день я найду для себя что-нибудь. Может быть, даже что-то новое, что я еще не надевала. И мне, ну, не знаю, вот такое вот, да, потребительница. А что? Будь вообще... Это вообще... Вы посмотрите. Ой. Нет, кайф. Я уже представляю, как я зимой, когда на улице ужасный ветер. Делаю вот таким вот образом. Предпоследний лот. Бренд называется. Вот таким вот образом. И здесь у меня очень красивый комплект белья. Безумно нежный. Вот такой вот материал. Шелковистый, мягкий. Это бра на таких косточках. Но без поролона вот здесь. Люблю вот такое белье на регулируемых лямках. Мне очень нравится позиционирование этого бренда. У них и Инстаграм, на самом деле, очень такой красивый и интересный. И опять какая-то безумно красивая фотография. И опять милое оригинальное посылание. В общем, очень мне нравится то, как создатели бренда подходят к деталям. И посмотрите, какая здесь прелесть. Ой, это очень прикольно. Офигеть. Смотрите, какое сердце. И мы узнали, сколько оно здесь. Оно очень тяжелое. Второе украшение, которое я выбрала, это такие вот крестики. Я никогда не носила кресты. Ну, в плане в виде украшений. Красный цвет сейчас очень актуален в этом сезоне, этой осенью. Может быть, зимой будет, я не знаю. Но осенью точно. И, в общем, такое украшение достаточно уже длинное получается. И яркое, красное. Ну, супер, по-моему, офигенно. Сейчас меня ждет, меня ждет уборка всех этих вещей. Обожаю распаковки. Кайф. Субтитры сделал DimaTorzok